Здравствуйте, друзья! Это Посиделки с Александром Великим, главным фанатом Бионикл на Ютубе. Мы дошли до 50-го выпуска! Я испытываю немного противоречивые чувства по этому поводу. С одной стороны, хотелось добраться до этого рубежа на несколько лет пораньше, но с другой, бывали моменты, когда я сомневался, что смогу это сделать. Поэтому я очень рад, что этот этап пройден, и надеюсь, вы поддержите мое стремление дойти до сотого и двух сотого выпусков. Для юбилея, конечно же, нужна особая тема, у меня были разные варианты, но я остановился на такой невероятно приятной вещи, как ностальгия. Я увлекаюсь лего уже 18 лет, и за это время мой, так сказать, стиль коллекционирования, естественно, менялся. В детстве я выбирал или мне дарили наборы, которые мне непосредственно интересны, тогда как сейчас, при выборе, я думаю еще и о том, как этот набор будет вписываться во всю мою коллекцию. И вообще, за 18 лет вкусы у человека, как правило, меняются. Поэтому, глядя на списки старых наборов, я вижу очень много таких, мимо которых я прошел в магазине тогда, но обязательно купил бы сейчас. Я подумал, что мне было бы интересно обсудить это вместе с вами, и так родился этот выпуск. Вы уже сейчас можете написать в комментариях, какие наборы пропустили сами. И еще кое-что. Смысл видео не в том, что вот я такой дурак пропустил наборы, или что вот жизнь такая несправедливая. Я не об этом. Все-таки деньги ресурс ограниченный, так что если бы мне купили какой-то набор из тех, что мы будем обсуждать далее, мне бы не купили один из тех, что у меня уже есть. А я на такой обмен не согласен. И еще кое-что. Биониклов, Дина 2010 и Викингов в списке не будет, потому что мне всегда хотелось купить их всех. Поэтому с ними дело не в том, что я передумал за 15 лет. Что ж, перенесемся во времена, когда в Лего чувствовалось больше фантазии, когда не было шарингфляции, из-за которой сейчас нельзя делать большие наборы, а Биониклы не думали заканчиваться. Отправной точкой будет 2003 год, потому что я начал увлечение в 2004, и некоторые прошлогодние наборы еще можно было достать. А закончу 2009, потому что тогда стал активнее покупать систем наборы, после приобретения экскаватора с клешнями из горняков-проходчиков. Если видео станет популярным, обязательно сделаю продолжение про более поздние годы. Так что досматривайте до конца, ставьте лайки, комментируйте и присылайте видео друзьям. В 2003 году лучшей серией после Бионикл была Адвенчерерс. Тогда выходила последняя линейка этой легендарной серии, которая была посвящена экспедиции на восток. Наборы делились на три региона — Эверест, Индию и Китай. Причем из наборов можно было составить настольную игру с полем и карточками. Я понимаю, почему в 7 лет наборы казались мне скучноватыми. Думаю, если бы я застал египетскую подсерию, ее я бы собирал. Сейчас же у меня слюнки текут от одного описания этих наборов. И если бы леговцы их перевыпустили, я бы скупил половину как минимум. Обидно, что Индийский дворец я видел в продаже году в 2013, а может и позже, но тогда он по-прежнему не казался мне достаточно интересным. Впрочем, это не тот набор, из-за которого я не могу спать по ночам. Если бы я прошел мимо крепости дракона, вот тогда я бы себя простить не смог. В 2004 году я был близок к покупке набора по Человеку-пауку 2, но тогда и постройки, и мини-фигурки мне казались неказистыми. В принципе, они и сейчас такими кажутся, просто я больше не воспринимаю это как фатальный недостаток. В детстве мне ужасно не нравилось, что у Человека-паука на голове торчит упырышек, хэштег это не пин. Если бы леговцы сделали ему круглую голову, как в версии 4+, какой-нибудь набор я бы взял. Мне бы очень хотелось поезд из культовой сцены, там и фигурки зачетные, и постройка классная, и даже механизм есть. Экзофорс сильно отпугнул меня мини-фигурками, потому что я не люблю стилистику аниме. Что странно, учитывая один из моих любимых мультсериалов, «Приключения Джеки Чана», который я в те годы на СТС никогда не пропускал. В этом месте все дружно поставили лайк, не сработала даже иммерсивная реклама в виде продавцов в магазине и одноклассника, который принес огненного хищника в школу, так что все три года Экзофорса с свистом пролетели мимо меня. Сейчас я понимаю, что это знаковый представитель экшн-серии Лего, и важнейший этап в развитии мехостроения, поэтому что-нибудь хотя бы из первого года вроде неистового грома я бы очень хотел иметь в коллекции. Вы поглядите, какой там шикарный двухцветный жезл Ваки. Ну и ядовитого стрелка хорошо, бы он потрясно выглядит. Если Экзофорс в 2006 году началась, то Найтс Киндом закончилась. Серия интересна тем, что вслед за Звездными Войнами и перед Биониклами перемешку выпускала обычные наборы и конструируемые фигурки, причем это были конструируемые фигурки на базе системы, а не техника. У меня есть два таких рыцарей с 2004, но они уничтожили мой интерес к серии из-за низкой подвижности, которой для Биониклов было как до Красной Звезды, а также картонных щитов, которые смотрелись чудовищно и давно мной утеряны. Из-за этого я проигнорировал рыцарей 2006 года, у которых были пластиковые щиты, брутальная новая броня и металлические канистры. Жаль, какого-нибудь Дракуса иметь в коллекции было бы неплохо. Со второго полугодия 2007 в мой город перестали завозить каталоги, поэтому без подпитки, которая выражалась в постоянном разглядывании изображений наборов, я перешел на исключительно Биониковский режим, вплоть до упомянутых ранее горняков-проходчиков. Этот этап моего увлечения ближе всего к темным векам, так фанаты называют время, когда они перестали увлекаться Лего. Я не переставал совсем, но я переставал применительно к систем-наборам, хоть и всего на пару лет. Итак, главной жертвой моей потери интереса была Эра Фэнтези, замок 2007-2009 годов. Это одна из лучших серий в истории Лего и лучшая подсерия замка, которую уже году в 2010 я был бы рад скупить почти полностью, но в продаже ее к тому времени не было. Леговцы, у вас есть золотые наборы. Половину нынешних серий можно выкинуть, чтобы вернуть Эру Фэнтези в неизменном виде. Также я пропустил миссию на Марс. Пожалуй, наименьшая потеря в этом видео, но один наборчик я бы хотел иметь, неважно какой. Последняя пропущенная мной серия 2007 года, если я ничего не путаю, в России официально не продавалась. Я говорю об акварайдерах, итак и переходные ступени между классическими акванафтами и Атлантидой. Атлантида лучше, но и в этой серии дизайнер себя проявили. Монстров, кстати, можно было бы использовать при игре с биониклами, которые в том году тоже спустились под воду. В 2008-м стартовала серия Агенты. Фанаты Альфа Тим заметили, что ее наборов 2004-2005 в этом видео нет, зато есть ее потомок, который мне кажется интереснее. Впрочем, этот гештальт можно считать закрытым ультра-агентами 2014 года, которых я недавно вспоминал в блоге в статье про вертолеты, ссылка в описании. Также в 2008-м стартовала под серия Звездных войн, посвященная войнам клонов. Мне кажется, именно тогда в Лего состоялся переход от ретро-звездных войн к современным. Я посмотрел Звездные войны, если память меня не подводит, только летом 2010-го, поэтому многие персонажи и техника, которых леговцы не перевопускали, мы-то еще обсудим, в моей коллекции отсутствуют. А, например, танк КНС у меня есть в версии 2020-го года, но при этом в версии 2009-го он проигрывает. В том же 2009-м году вышла третья инкарнация космической полиции. Весьма интересная экшн-серия, которая, опять же, если я правильно помню, в России была эксклюзивом детского мира. Поэтому, что логично, в городе, где не было детского мира, она не продавалась. Вообще, в 2010-м я о многих неизвестных мне наборах узнал. Взять хотя бы модульники, которые я считаю своим упущением, но я и за последние 10 лет смог купить только два таких набора. Чем сожалеть об отсутствии бокалейной лавки, я гораздо больше рад, что собрал Рокох, Джитракс и Аксалару, выпущенных в том же году. Эмоции от Биониклов не сравнить ни с чем. Ссылки на предыдущие и следующие выпуски подкаста вы видите на экране. Подписывайтесь на канал, на мой паблик ВКонтакте и заходите в блог. До новых встреч, друзья, за следующие 50 выпусков.